Приветствую вас, Яна. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт, и постараемся найти на него ответ. В первую очередь хочется сказать, что свою проблему вы видите достаточно верно. То есть вы видите её в том, что чрезмерно, чересчур контролируете своего парня и сами же, в общем, чувствуете, что вам это крайне тяжело даётся. Ну, надо сказать, что по-другому, в принципе, и быть не могло, да, потому что любой контроль – это напряжение. Другой вопрос, почему вы боитесь, что парень будет отняться с бывшей? Откуда у вас возникает чувство ревности, например? И вот здесь множество самых разных моментов, множество самых разных аспектов возникает. Например, о том и по поводу того, что вы не уверены в себе, что у вас занижена самооценка, что вы боитесь, грубо говоря. Остаться одна, что у вас был опыт, негативный опыт измеры, когда вам изменяли. Это, ну, могло быть, в принципе, что угодно. Там, начиная от вашего прошлого опыта с мужчинами и заканчивая, например, взаимоотношениями с родителями, при условии, если у родителей была похожая проблема, то есть были сложности с отношениями и был опыт измеры. И вот во всех этих случаях у вас могла появиться акцентрированность. Внимание на возможные изменения и на то, что вы, вот, недостаточно хорошо, например, для своего молодого человека, к примеру. Поэтому в ревности есть свои причины, в ревности есть свои основания, но с этим нужно работать. Плюс еще есть значимость восприятия молодого человека, да, то есть, ну, какой для вас имеет человек значение, насколько он большой, к примеру, как много он занимает место в вашей жизни. И почему? То есть, это вот такой достаточно важный момент, если мы хотим разобраться в вашей ситуации. Естественно, молодой человек, молодого человека задевает то, что вы его подозреваете, но в некоторой степени его здесь пофигают. Пофигают на ваши личные границы, как мне кажется, потому что, ну, не очень, не очень. Здорово, что вы пытаетесь, что вы, там, не спите из-за него. Да? Только потому что, по его мнению, вы должны переживать за него. Это, мне кажется, в целом достаточно геористичная позиция со стороны молодого человека. Вот. И, отчасти, связано с тем, что отношения ваши не совсем зрелы. Да? То есть, они больше, вот, на чувстве собственничества основаны, нежели чем на безусловном принятии партнёра. Вот. Ну, а если касается видео о порном, то здесь исключительно ваша смартинка. То есть, вы на молодом человеке переживаете, условно говоря, да, на молодом человеке вы переживаете. А вы переживаете в большей степени за себя, вот, за то, что мужчина может, вот, там, что-то смотреть и за себя, соответственно, будет откровлять и задевать, к примеру. Вот. Вот. Ну, это тоже такой достаточно негативный момент, который можно прорабатывать, да? Дальше. Значит, вот, боюсь, что можно посмотреть порно, пока сплюли в бывший пообщат. Чем? Для нас это, так, страшно. Чем? Почему? То есть, здесь нет заботы о молодом человеке, здесь именно вот, ээээ, ну, ээээ, права, здесь есть права. Больше. Вот. И нет прям молодого человека, так что в какой-то степени молодой человек, конечно, не то чтобы прав, говоря, что вы за него не переживаете, вот, не то чтобы он был прям прав, но он в какой-то степени обращает реальность. Вот. А вы эту реальность, футбус, ну, не слишком принимаете, вот. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. То есть, вам достаточно сложно принять тот факт, что вы можете быть, там, условно не единственной, ээээ, в его, ну, в его жизни, да, вот, отсюда и попытки контроля. Вот. Что такое контроль? Это, эээ, желание, эээ, себя защитить, желание, ээээ, себя безопасить. Вот. Вопрос заключается в том, откуда такое желание и из-за чего вы, ээээ, чувствуете себя, эээ, бедно, под угрозой. Вы, почему вы сравниваете, ээээ, себя, например, с бывшей, с, эээ, актрисами, играющими в порно. Вот. Это все вопросы того, как вы себя воспринимаете. Ну, и вопрос личных границ. Вопрос отделения себя от молодого человека. Вопрос собственного позиционирования, что ли, если угодно. Вот это, то, на что вам нужно, на мой взгляд, обратить свое внимание. Потому что сейчас чрезмерная нуждаемость в молодом человеке, по факту приводит лишь только негативу. Негативу. Причем, негативу очень, эээ, очень серьезному, на мой взгляд. Вот. Потому что, ну, молодой человек, эээ, разочарован. Что же. Вот. То есть, ну, вам что-то не нравится, а вот вам кажется, что он, ну, мог бы, да, там, вести себя по-другому. Например. Например. Дальше. Значит так, ревную. А, так. Просто был случай, я уснул, пытался посмотреть порно, я проснулся и обломал его. Ну, тут у меня к вам вопрос такого, скажем, плана, да. Почему вы его обломали? То есть, ну, вы, в принципе, могли бы, наверное, к нему присоединиться. То есть, вот, как раз, эээ, ну, идея тут, эээ, в том, что вы, именно, обломали его. Зачем? То есть, вас, эээ, как-то, как-то задевал, эээ, что это вот, ну, тот, тот факт, что он смотрит порно. Ведь можно же было, в принципе, и присоединиться к нему и разделить его, так сказать, ээээ, ну, интерес, да. Да, я, эээ, я понимаю, вы говорите, эээ, вы говорите здесь про, ээээ, зависимость, ээээ, что у него была, что у него была, ээээ, спорная зависимость. Я понимаю, это, но, это не означает, что человеку вообще нельзя смотреть. Да, да. И, если мы говорим про зависимости такие, такого рода, то, очень важно, чтобы не забывалось запретов. Вот, очень важно, чтобы не было, ээээ, таких элементов запрета. Потому что, если, ээээ, если, и когда, ээээ, вот, собственно, появляется элемент запрета, то можно говорить о том, что потребность человека, в эээ, в том, что ему запрещают, да, увеличивать, потому что запрет, он акцентирует лишнее, лишнее внимание на том, чего хочется. Вот. То есть, вы здесь поступаете, ну, вот, в целом, достаточно неосмотрительно, на мой взгляд, по отношению, ну, вот, по отношению, допустим, к молодому человеку, да, по отношению к себе самой. Вот. И, как бы, поддержкой, да, поддержкой выступать ему, вы, наверное, не можете сейчас, потому что у вас есть, ну, вот, какие-то, ээээ, свои собственные трудности, свои собственные проблемы, которые вам, наверное, нужно будет, ээээ, ээээ, ну, решить, при этом, чем вы будете стараться сделать что-то для молодого человека, для своего мужчины. Дальше. Дальше. Ещё было, наверное, скандал, всё за сбивкой, мне не говорил, сам себе скандалить буду, и мне всё вообще нигде ничего рассказывать. Ну, а насколько это правда, что вы, вот, эээ, ну, что вы будете скандалить, насколько это правда, и правда за это вообще? То есть, понимаете, если это правда, если вы, ну, действительно, эээ, могли скандалить, эээ, вот, ну, вот, когда там мужчина, ээээ, грубо говоря, рассказывал вам какие-то вещи, а вот, если это так, если это правда, то нет ничего удивительного, что человек пытается, ну, скрыть от вас это. То есть это опять же вопрос, ну, в большей степени, к вам, насколько, например, человек неправ, утверждая, что вы будете в скандале. Как вы реагировали на то, когда узнали, что написали в сбывшую. Нам было неприятно, лав заделал это. Вот. Если да, то всем заделал. Очень важно в этом разобраться, потому что у вас на данный момент отсутствует одно из самых главных условий для отношений – это поверия. Дальше. Скандал. Вы устраиваете скандал. Из-за чего? Из-за чего вы могли бы устраивать скандал? Здесь я рекомендовал бы, конечно, поисследовать психологическую игру, которая так и называется скандал. Скандал. Вот. Приследовать её и увидеть пацанат. Увидеть в ней в новой игре в этой. Эмммм. Себя. Да? Скандал. Потому что тот факт, что вы скандалите, он говорит о том, что вы тоже с одной стороны боитесь близости. Вот. Эмоциональной и, возможно, физической. И через скандал. Как-то вот себя оберегают от этого. А с другой стороны это все та же самая незащищенность. Вот. Все та же самая ваша незащищенность от каких-то внешних угроз, которые сейчас пламя ощущаются, чувствуются и воспринимаются крайне негативно. А дальше идём. Значит, так. То же самое и спорно. Что именно? Что же самое? У него зависимость, бывает, который я избавил, в том же психотерапевте. Сейчас не смотрит, даже когда я на работе, потому что его не тянет, говорит, что ему хорошо, там на инфекцию, гулянную сбору, больше не тянет смотреть. Как раньше говорили, что это было как будто навязчиво мысленно, интересно уже было смотреть, но все равно тянуло. Яна, а для чего вы нам об этом рассказываете? Зачем? 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 Аааа. Так, значит, аааа. Все равно пережимая вдруг он сорвётся как бы с собой, как раньше. Но смотреть, здесь важно отделить одного от другого. Одно дело, если он сорвется, вы боитесь, что он сорвется, потому что у него вернутся его прежние проблемы. Проблема – это одно дело, и совсем другое дело, если вы переживаете, если вы беспокоитесь именно за себя. Вот, такая вот история. Дальше. Я все равно переживаю, я жду, когда он ушел, потому что он бросит ему так спокойнее. Ну вот здесь, где он вас бросит, потому что ему так спокойнее, это традиция, на мой взгляд, достаточно жертвенная. В силу того, что вы вынуждены что-то делать не особо этого хотят. Вот. Ну и плюс это явно незаботливое отношение к вам. Сегодня я говорю, что не доверяю ему, потому что не могу, поэтому не могу заснуть иногда первое. Хожу его оставить, потому что боюсь, что он всегда смотрит порно или пообщается с бывшим, так как видите, вы перекладываете ответственность за свой страх на человека. И вы это же делать должны думать, что я не сплю, потому что за него переживаю, что он не спит, и оказывается, что я просто ревну. Ну, это реакция, как бы, естественная для вашего человека, для вашего мужчины. Даже не сказал мне, что не будет ничего делать, если я вас не первый. А должен был? Больше мы об этом не говорили. Знаете, что он будет так поступать? Не знаю, это вопрос к нему. Почему он не пытается пообещать, что ничего делать не будет? Вас ведь не убедят обещания. Знаете? И человеку тоже обещания не помогут. То есть дело не в обещаниях. Дело именно в том, скорее, почему человек это делает. То есть чего-то чего ему не хватает. И конфликты, ссоры явно не то, что могло бы помочь ему решить свои проблемы. Так что здесь вы на человека. Перекладываете ответственность на мой взгляд. И вообще, что мне делать, как начать ему доверять? Ну, чтобы начать доверять кому-то. Хороший вопрос. Спасибо вам большое. Значит, кому-то, кому-то. Доверять нужно, в первую очередь, наверное, доверять себе. себе самой. И, например, в отношениях полагаться на себя саму так же. А в большей степени полагаться на себя, нежели чем на, например, других людей. Сейчас ваше доверие, грубо говоря, основывается на том, чтобы человек что-то делал или чего-то не делал. Если он чего-то не делает, то есть его поведение соответствует вашим представлениям о том, как всё должно быть, если человек поступает таким образом, то всё в порядке. сразу становится плохо. И именно поэтому доверие ваше, по факту, постоянно под угрозой находится. Именно в силу того, что вы не доверяете себе. Да? Почему вы не доверяете себе? Это вопрос. Здесь нужно собрать, что именно, с чем именно связано с сознанием, не доверяя себе и в какую проблему оно уходит. Но сейчас доверие для вас, это история, когда человек оправдывает ваши ожидания. То есть в какой-то степени это зависит моё состояние, да, моё значительство. В зависит от того, как ты, ну, условный, условный, ты будешь сюда выставить. На мой взгляд, на мой взгляд, для взрослого. зрелого человека, коим вы являетесь. Такое поведение является, мягко говоря, поверхностным. Вот. То есть, что значит поверхностным, да, что такое поверхностное поведение в данном случае? это поведение, при котором вы ориентируетесь не на себя. Это поведение, при котором вы ориентируетесь на другого человека. Вот. И, соответственно, проблема именно в этом. можно ли вас этому научить, чтобы вы ориентировались всё-таки не на других людей, а на себя? Да, да, можно. Конечно, конечно, можно. Сможно, но для этого требуется ваши усилия, для этого требуется работа определённая над собой. Личний рост, повышение самооценки, проработка страхов, которые родом из детства и так далее. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!